Сегодня мы с вами продолжим изучение книги Шоне Халахот. Урок посвящается для безопасности на земле Израиля, спасения всех, кого можно спасти, излечения раненых и больных, или фошлемашель, ада саббатагува, асаббатфейгагудит, выходит Сраэль, и чтобы наступил настоящий мир. Так мы дошли до 61 главы, длинная глава, мы не закончим за один урок. Здесь детали произнесения Шма. Вообще хорошо бы произносить всю молитву, очень внимательно и четко, но в особенности в Шма и концентрация, и произношение букв правильное, чтобы не сливались. Все это мы будем здесь обсуждать. Значит, нужно читать Шма с концентрацией, как мы уже говорили, насколько возможно, и со страхом, с трепетом, и принять на себя, как говорится, Ольма Худшамаем, что ты именно принимаешь на себя службу Всевышнего, это ярмо службы Всевышнего, что человек должен быть готов даже умереть, если потребуется, ради того, чтобы, скажем, не привести в другую религию, как говорят, Хазаль, Аль, да, будут эти слова на сердце твоем, и в душе, да, всем сердцем твоем служи Всевышнему, и всей душой твоей, и всем существом твоим. Да, так вот, душа имеется в виду, даже, что он забирает твою душу, так, Даршин, Рабиакива, и пишет он, что Нужно понимать, что каждый день, как бы Всевышний заново нас, нам побелевает эти слова, то есть не относиться к этому, как какие-то старые, уже поднадоевшие заповеди, потому что каждый день, эти слова, которые я заповеду тебе сегодня, что каждый день будут свежими, новыми, как будто только что услышал. И это подобно царю, который только что издал какой-то указ, и все внимательно слушают, узнают, что нового, да, сообщает царь. Знаете, вот, например, во время Второй мировой войны люди собирались около специальных, были громковоговорители такие, как своего рода, у всех было свое радио, кажется, вот тогда вот они собирались, и там вот сообщалось, что происходит. Все, конечно, очень ждали узнать, вот так же нужно шма читать, как будто ты только сейчас узнаешь, вот эти заповеди. Что Всевышний повелел нам их соблюдать с энтузиазмом, как будто они новые. Сказано в Розенском Талмуде, что все десять изречений, вот те десять изречений, которые были во время Синанского укровения, они все подсказаны в словах шма. Я не буду сейчас все это обсуждать в деталях, там, на самом деле, многие из них очень натянуты. Потому что десять изречений и шма достаточно отличаются, но можно там с трудом действительно подогнать, это, наверное, в любом случае можно так про любой отрывок сказать. Ну, вот, когда они подгоняют к шма, мне кажется, что многое из этого очень натянуто. Скажем, откуда, да, где они видят подсказку на заповедь не убивать. Потому что, говорите, вы будете уничтожены, если не будете слушаться. Значит, будете уничтожены, зато, да, кто убивает других, сам будет убит как-то так. В общем, это все очень-очень натянут, на мой взгляд. Или, скажем, не прелюбодеяй, да, это где подсказано. Это в третьем параграфе шма, когда грецы не блуждают со своими глазами. Окей. Некоторые читают шма громко, слух, некоторые читают тихо, шепотом. Но в любом случае, первый стих нужно произнести громко. И обычно человек закрывает правой рукой, да, глаза, когда читает шма. Первый стих шма. Это как бы показывает, что он концентрирует, чтобы его ничего не отвлекало. Никуда не смотрел в этот момент. И букву хет следует немножко растянуть. То есть, когда он говорит эхад, слово один, Всевышний один, то растягивает немножко от эхад. И за это время человек думает, что Всевышний правит над семью небесами и землей. Что-то как гематрия хет. Восемь это семь плюс один, да. А также далет, растягивает, и в это время он думает, что Всевышний правит, значит, тремя сторонами света. На самом деле, обе эти вещи, они немножко, на мой взгляд, натянуты насчет гематрий, да. Бывает, что человек думает о нефт, а второстепенном, а не думает о главном. Вместо того, чтобы подумать о том, что Всевышний абсолютно один, и это самое главное в слове эхад. Он начинает раздумывать о каких-то гематриях, восьмерках, четверках. Да, как говорится, главное пропущено, а зато он продумал про семь небес. Какая разница, сколько там небес есть. Там дискусс, сколько этих небес там есть, и вообще там большинство этих духовных, мы ничего в этом не понимаем. Вот. Так говорят, что, значит, растянуть хет на треть, а далет на две трети. То есть больше протянуть далет, чем хет. А некоторые говорят, что вообще хет не растягивать, и все только на далете. Растянуть только с буквы далет. То есть все это он должен думать, и так считал в Винницкий Гаон, и так он по габале объясняет, что не нужно говорить эхад, а просто эхад, нормально, с нормальной скоростью, не нужно растягивать хет. А вот далет нужно растянуть, но только в мыслях. Потому что, как говорит в Винницкий Гаон, невозможно растянуть далет при произнесении. В смысле, что? Как вы произнесете далет долго? Далет это одна из таких букв, которые, если вы будете произносить много раз один и тот же звук, то это не будет да, это будет как много далетов. И это ясно, что будет неправильно, и тогда вы исковеркаете все слово. Если вы же будете произносить гласную после даледа как будто, да, и так тянуть, то это тоже неправильно, потому что нет никакой гласной после даледа, да, далед это последнее согласное в слове, и у него нет никакой гласной. Поэтому далед никак не растянуть. Поэтому грамм вынужден сказать, что далед растягивается в мыслях, что все это только в мыслях, он произносит слово эхад обычным образом, с нормальной скоростью, а думает при этом про все эти, в том числе можно о каббалистических секретах думать, это уже что человек думает во время шмата, много концентраций разных есть, и много разных подсказок, и секретов Торы, но, по крайней мере, все только в мыслях. Это все слова вильнинского гаона. На самом деле не исключено, что действительно, когда растягивали далед в древности, они имели в виду кипшу то, что далед таки растягивали. Знаете как? Они произносили далед, возможно, как сегодня некоторые сефардимы, и йеменские евреи произносят, как английское «the» — звук. Я когда-то рассказывал, что некоторые сефардские евреи сохранили многие из звуков, разница между догешем и без догеша. В звуке они сохранили то, что в киназе им не сохранилось. Например, «гимель» они произносят некоторые без догеша как «r». «Гимель» и «гимель» — «магейн» говорят, не «маген», «магейн». И также у них далед и далед без догеша отличались как «de» и «the». Как же как «te» и «the», «taf» без догеша произносилось как «the», 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 «the». Далед без догеша был «the». И тогда уже вполне возможно, что они растягивали таки далед. «Haz» — «the», в отличие от «de», который невозможно много произносить, он только как много раз «de» произносить, и это неправильно, а сам «de» не растянуть. То звук «the» вполне растягивается, не нужно говорить «the», 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 просто «the». Этот звук растягивается вполне нормально. Так как здесь далед без догеша, то, может быть, они произносили как «the». Велинский гаон мог этого просто не знать, потому что даже у Сефардима, это не у всех Сефардима, только у некоторых. Велинский гаон в одном месте пишет в Тикуней Зогар в комментариях, что у Сефардима они вообще не отличают без догеша и с догешем буквы. Это верно про некоторых Сефардим и про некоторые из этих букв. Например, «bet» и «vet». Сирийские, в том числе, евреи не отличают, они говорят все как «be». Но Грамов не знает, что есть, наоборот, те Сефардим, которые отличают даже те догеши, которые мы не отличаем. В всяком случае, еменские евреи, они отличают больше всего разных букв, у них более интересный вообще акцент. И в том числе они произносят как «the», и, может быть, наши древние мудрецы так произносили. Если это так, то понятно, откуда взятая эта идея растягивать дало. Некоторые, говорит, даже головой при этом мотают там в разные стороны, чтобы подчеркнуть, что Всевышний там в разных направлениях правит. Я считаю, что это все тоже плохая идея, это только отвлекает. Самое главное в ШМА – это принять именно, поверить, концентрироваться на этом. А тут получается, что человек занимается какими-то внешними вещами. Еще, говорит, в любом случае не нужно так мотать головой, чтобы выглядело, как будто он крестик делает, Хасвишалов, да? Скажем, восток-запад, север-юг. Если он так будет мотать головой, Хасвишалов. Вот. А вот букву «Алэф» нельзя растягивать наоборот. То есть, получается, что если он будет говорить «э-хад», то это будет плохо выглядеть, как будто он произносит «ихад», не один наоборот, Хасвишалов. То есть, «Алэф» нужно сказать быстро достаточно. И «хэт» не следует слишком быстро говорить тоже. Что не делать из «хэт» гласную, как будто она короткая очень. «Хад», как-то так. Вот. Еще, говорит, «далэф» нужно четко произнести, чтобы он не был похож на «рейш». Хасвишалов, опять же, потому что «ахэр» – это как раз обратное, чем «ыхад». Но дело в том, что у нас в произношении «далэф» никогда не похож на «рейш», ни в каком из произношений. Поэтому я не знаю, когда говорили эти слова наши мудрецы, о каком эксценте шла речь. Как может «далэф» быть похож на «рейш»? Вот. Ну, в любом случае, как он правильно пишет, нельзя «далэф» как-то слишком нажимать на него, потому что иначе получится как будто у него гласная, как цели, например, как «эдээ», что неправильно, как я уже сказал, там заканчивается «далэф» на беззвучную гласную. А «юд» в «Исраэль» тоже нужно четко произнести, а не проглотить, чтобы не звучало как по-русски «Израэль», да, «Исраэль». Не «Исраэль», а «й-Исраэль», да, это и краткое. «Шма-Исраэль». И нужно, говорит, немножко паузу сделать между первым стихом, в первом стихе между первыми двумя словами и следующими, то есть «шма-Исраэль», «ха-шем-элокейну», «ха-шем-эхад». Потому что иначе, если он скажет «ха-шем», да, имя Всевышнего, сразу после «шма-Исраэль», то звучит «шма-Исраэль-ха-шем». Это не имеет никакого смысла. А «шма-Исраэль» — это как бы двоеточие. Это «услышь, Израиль». Что именно услышь? «Ха-шем-элокейну», «всевышний наш Бог», «ха-шем-эхад», «всевышний один». Есть еще много очень дик-дуки. Во-первых, большинство Ашкин-Азии не очень хорошо произносят «шва-нато», что называется. Есть гласная «шва», она иногда беззвучная, а иногда имеет небольшое, как короткое «э», что ли. Так вот, в первом слоге всегда «шва» звучная, поэтому не говорится «шма», а говорится «шема». Заметьте разницу, да, что после «шин» идет «шва», гласная «шва», которая произойдет как короткое «э» в данном случае, как «швана». То есть не «шма», а «шема». «Шема». Вдобавок, правильно было бы произносить «аин» как гортанный звук, он не «алеф». Но это нам очень трудно. У нас в европейских языках, кажется, ни в одном европейском языке нет этого звука. Сильный гортанный звук. Но вот в Сефарде многие произносят, особенно из арабских стран, очень четко этот звук. «шема», как-то так, «шема». «Шема» — «Исраэль». Окей, насчет «барухшемквод» Малхуто, его произносят тихо, но бедевит, если человек сказал, вообще даже не сказал «барухшемквод», ему возвращаться не нужно. А некоторые говорят, что нужно. Он считает, что главное мнение, что не нужно возвращаться, что так это не в Торе. «барухшемквод» — это не часть Торы. Из Хазаль выходит, что так ангелы произносят, еще у них там есть медраши. Но, во всяком случае, в Торе просто написано «шема» — «Исраэль» и сразу же «Виагавта». А еще автор советует, что если человек вспомнил, что он забыл сказать «барухшемквод» и вспомнил это посередине «шма», то пусть скажет прямо там. То есть не нужно возвращаться, а скажет прямо там. Я не уверен насчет этого псака. Нужно немножко прерваться между словом «эхад» и «барухшемквод». То есть между первым стихом и вот этим отрывком из Талмуда «барухшемквод» нужно прерваться чуть-чуть, небольшую паузу сделать. Потому что главное принятие, как говорится, «Оль-Малхудшамаем», «Ерма служба Всевышнему» — это в первом стихе. Еще следует небольшую паузу сделать между словами «Леолам», «Ваэд» и «Виагавта». То есть конец этих шести слов, которые из Талмуда, и следующим стихом «Люби Всевышнего». «Виагавта» и «Хашема Лукеха». А запрещено говорить «шма» дважды, что выглядит, как будто он принимает «Хасвишаумштейль» и «Шуйот», то, что называется. Два разных, две разных силы халила. Поэтому нужно, если человек... Знаете, самая большая проблема, если человек стал говорить «шма» и понял, что он не концентрируется достаточно, что он не думает о том, что говорит, он хочет теперь повторить. В этом вся проблема. В Талмуде говорится, что если человек говорит «шма» дважды, мы его затыкаем. А другое приводится, что мы говорим, что это мигуны, это противно. Но, во всяком случае, не затыкаем, это не так страшно. Так говорит Талмуд, есть разница между тем, что произносишь каждое слово дважды или весь стих дважды. Так есть диспут между Рашей и Рабину Хананелем. Что считается хуже? Хуже ли говорить «шма», «шма», «исраэль», «исраэль» каждое слово дважды? Или хуже, если весь стих произнес дважды подряд? Поэтому он пишет просто, что и то, и другое не следует делать. Неважно, что из них хуже, но нельзя говорить «шма» дважды, ни то, ни другое. Кстати, есть решением, который считает, что и остальные части «шма», «вяга», «вта», вот весь параграф, не следует там еще дважды тоже говорить. Поэтому те люди, которые все время как бы себя исправляют, знаете, они произносят, они хотят точно очень произнести, поэтому они постоянно исправляются. «Вяга», «вта», «вяга», «вта», и так вот они по неску раз многие слова произносят, потому что им кажется, что они и так точно произнесли. Это тоже плохо, в общем. Нужно стараться произносить правильно и точно с самого начала. И за ударениями следить, как я уже сказал, потому что многие ашкеназиумы еще неправильно все ударения ставят. «Вягафта» вместо «вягафта» и так далее. Большинство слов на святом языке, они у них на последнем слоге ударения, изредка на предпоследнем. Бывают еще слова длинные, у которых два ударения, как бы полударения в начале, и потом последний слог тоже ударный. Такое тоже встречается. Кстати, скажу здесь что-то, что не относится к «шма». Многие ашкеназские евреи неправильно произносят «биркаткоханим». Они говорят «еварехеха». Что здесь не так? Вот в этом слове два ударных звука как раз стоит метег, но он стоит не на «ре», а на «ва», на втором слоге. То есть должно быть «еварехеха», а не «еварехеха». «еварехеха», вот так произносят сефардим, а не «еварехеха». Можете открыть в «хумаше», в пятикнижье, и увидеть, что это такая маленькая вертикальная палочка, вот это называется метег, это полуударный звук. Так вот он стоит на звуке «ва», а не на звуке «да», он под буквой «бет» стоит, а не под буквой «рэйш». Не «еварехеха», а «еварехеха». Но еще одно ударение, конечно, последний звук. Да, это все произносят правильно. Но и первое ударение, полуударный звук, это второй слог, а не третий. «Еварехеха». Окей, продолжим. Значит, нельзя произносить дважды. Ни целый стих, ни по отдельности слова. Кстати, он в скоках написал, что в других частях трех парш, только в первом стихе это относится, но в других не относится. Но я уже сказал, что есть те, кто спорит с этим тоже. Значит, что делать, если человек не имел концентрации? Да, что теперь делать ему? Вот он прочел «шма» и тут же вспомнил, что он не концентрировался. Дважды же нельзя читать стих, но тут другого выхода нет у него, ему нужно заново прочесть, иначе он не выполнит заповедь. Первый же стих, самое главное, считать с концентрацией именно. Поэтому пусть, говорит, тихо прочтет его, чтобы другие хоть не услышали, что он дважды читает этот стих. Но если, говорит, никого вокруг нету, тогда он может громко прочесть. А в других стихах, как он говорит, если придется читать заново, если он плохо произнес что-то или там не концентрировался, то это можно. В стихах, в остальных параграфах. Но некоторые строгие с этим. Я уже сказал про это. Кстати, многие люди перед сном несколько раз произносят «шма», пока не заснут. Так вот, там обычно не первый стих произносят, а начиная со второго самого произноса. То есть, если хотят, пока не заснут, произносить еще «шма», то пусть лучше произносят слово «ягафта» снова. Знаете, это же действительно хорошо работает, когда человек одно и то же, особенно то, что он хорошо помнит у него, это автоматически уже происходит. Если это произносить как мантру своего рода, просто заново повторять. И так человек засыпает постепенно. Очень хорошо засыпает прямо во время «шма», очень удобно. Он говорит, что после факта, если человек целый стих прочел дважды, то он выполнил все-таки заповедь. А если прочел дважды какие-то слова, этого стиха, каждое слово, тогда, говорит, он не уверен. Вот как раз дальше он пишет про человека, который засыпает. Видите, он говорит, что там принято считать по нескольку раз, пока не заснешь, те, кто так делают. Он говорит, что некоторые говорят, что можно всю паршу читать заново, но некоторые говорят, что лучше первый стих пропустить. Как я уже говорил, что когда второй или третий раз читаешь, просто читать со слов Виагавта. А вот у некоторых был обычай в свое время читать «шма» дважды во время «слихот» или там в Йом-Кипур каких-то молитвах. Я так говорю, тоже неправильно. Ни в одних из этих молитв нельзя «шма» дважды читать. А если говорит во время «слихот» он говорит каждый раз «шма» там в каком-то месте, но потом какие-то другие молитвы говорят, и потом снова «шма», тогда можно. То есть именно подряд нельзя читать «шма» дважды. А вот то, что мы говорим в Йом-Кипур, «Гашем гуаэллоким» семь раз в конце Йом-Кипура, в молитве Ниила, да, там говорится «Гашем гуаэллоким» семь раз. Так это нормально, потому что так же было в Штанахе, они дважды сказали, это вот когда был поединок или Яху с жрецами Бааля, около Хайфы сегодняшней. И потом здесь народ сказал «Гашем гуаэллоким», «Гашем гуаэллоким». А некоторые говорят, что нельзя даже «амен» отвечать дважды на какую-то броху, что это тоже выглядит как «штырь шуйотха» с вишалом. Я когда целую статью насчет этого написал, и это очень действительно неясный закон, потому что на самом деле есть одно место в Танахе, где там говорится дважды «амен». Не «амен веамен», а просто «амен-амен». И поэтому есть, видимо, различия. Я обсуждал все это на одной из статей, которую я по-английски написал. Это все непростой вопрос. Это все из руссоинского «тамуда» взято. Еще говорит, что если в Брохе есть две разные вещи, например, и просьба, и благодарность, скажем, то тогда «амен-амен» можно говорить. Так считает, прямо гадим. А если человек услышал сразу две Брохи, допустим, одновременно в разных местах, и он хочет ответить «амен-веамен», то это, пожалуйста, если букву «вах» уже не ставишь «амен-веамен». Но может быть достаточно ответить просто один раз «амен», а сразу на две Брохи. Окей, давайте здесь и на этом месте закончим. И тут еще осталось довольно много в этой главе для следующего урока как раз. И этот урок посвящался для безопасности на земле Израиля, полном спасении всех, кого можно спасти, излечении раненых и больных, и в том, что приходит в Израиль, чтобы наступил настоящий мир.